Проблема нехватки электричества коснулась более 2,5 тысяч жителей микрорайона Курсай. 10 лет назад они собственными силами и хлопотами установили электротрансформатор, но с ростом населения микрорайона его мощность перестала отвечать потребностям жильцов. Бытовой техникой жители Курсая не могут воспользоваться, тем не менее оплачивать за электричество им приходится по самым высоким тарифам. Проблема существует уже несколько лет, но до сих пор местные власти решать ее не торопятся. У нас в микрорайоне Курсай есть 5-6 монополистов. У каждого из них свои тарифы и свои законы. И каждый из них сам решает, кого и за какой долг отключать от электроснабжения. Сами они и подключают к своим трансформаторам, сколько хотят потребители. Только платить 100 тысяч деньги. Но у каждого трансформатора есть свои ограничения. Сколько потребителей нужно подключать обычно до 70 или до 80. А у нас на некоторые трансформаторы подключилось уже более 200 домов. Поэтому в наших домах изгорают телевизоры, холодильники и кондиционеры. Камшат Такишова в микрорайоне Курсай проживает уже более 10 лет. Из-за проблем с электроснабжением она уже лишилась холодильника и кондиционера, не выдержавших перепадов напряжения. Другую технику она включать уже не рискует. Эти стабилизаторы я начала покупать в 2012 году. Сначала купила один за 30 тысяч деньги, потом второй за 15 тысяч. Но они оба сгорели. Сгорели и электрические удлинители. Все перегорело. И кто теперь мне за это заплатит деньги? Кто возместит мне ущерб? Как рассказали представители Абайского Акимата, с проблемой курсайцев они знакомы и даже пытаются ее решать. В микрорайон запланировано провести новую электролинию, на что необходимо 600 миллионов тенге. Но решить проблему мешают несколько причин. И главная из них – тысяча домов с Айрамского района, подключившиеся к местной энергосистеме. Между Актасом и Курсайом есть подстанция. И чтобы провести в микрорайоне электроэнергию, она должна пройти над нефтепроводом. А для этого нужно взять разрешение нефтяной компании, которой принадлежит трубопровод. В этом сейчас и заключается задержка. Мы с ними пока договариваемся. Средства на реализацию проекта электроснабжения Курсая планируется выделить на период 2018-2020 годов. Даня Архудайбергенов, Марат Давлетов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».